Поговорим о космической еде. На заре космических исследований еда в основном сжималась в тюбиках и обезвоженных упаковках. Но сегодня наш ассортимент значительно шире. У нас здесь даже есть такая пища, которую мы употребляем на Земле. Ну, в некоторых случаях нужны заменители. В случае с сэндвичами нам пришлось заменить хлеб. Мы выбрали вместо него лепешки. Почему? В основном потому что хлеб, когда вы его едите, может крошиться, и на Земле крошки просто упадут на пол, но здесь они начнут летать. Наши лепешки подвергаются термообработке и запаковываются в вакууме, чтобы вот такие вот упаковки не лопнули. Благодаря подобной обработке эта лепешка съедобна в течение 18 месяцев. Так, теперь мы откроем лепешку, намажем ее арахисовым маслом, затем добавим мед и таким образом получим вкусный космический сэндвич. Открываем упаковку и вуаля! Невесомая лепешка! По одной в пакете. Оу, ты куда улетела? Теперь откроем масло. Хм, я не могу разорвать. К счастью, у нас есть космические ножницы. Они на шнурке, чтобы не улетели. Берем ножницы, разрезаем упаковку. Теперь нужно аккуратно выдавить масло на лепешку. Добавим немножко меда. Интересный факт о меде, кстати. Пузырьки воздуха не собираются наверху, так как мы в невесомости. Все пузырьки посередине. Ну что, закроем сэндвич, вот таким медовым конвертиком. Хм, не так и плохо. Последний кусочек сэндвича. Довольно питательный. А вот мои руки теперь липкие. Нужно их помыть, но у нас нет умывальника и нет крана с водой. Все делается по-другому. Дезинфицирующие салфеточки. Руки чисты, гигиена на МКС спасена. Это идет в мусор. Обед закончен. Отлично!